Пара свежайших новинок в так нами горячо любимом бюджетном сегменте предлагаются вашему вниманию. Сегодня поступили, мгновенно почистились, помылись, наполировались, собрались, заточились и предлагаются вашему вниманию. Вот это первая единичка. Это неопознанная Англия, Warranted Sheffield. Имеется здесь остатки травления на полотне, которые... Ну, тяжело здесь попытался я. Здесь какой-то очень такой дотошный, видимо, реставратор пытался это что-то там почистить, я не знаю. Здесь коррозионных поражений нет, однако имеются такие продольные линии, достаточно грубые. Я, понятное дело, в самом таком мягчайшем и нежнейшем образе это все дело выполировал. Ну, вот эти продольные полосы остались, никуда они не делись. Итак, Well Ray. Здесь травление на полотне. Я не знаю, как его высветить. Ну, поверьте на слово. И внизу имеется приписка Depose, то есть это бритва, которая была экспортирована во Францию. Кстати сказать, обе бритвы оттуда и прибыли, и обе эти бритвы во Францию попали экспортным образом. От того, как... Это бритва английская, это бритва условно немецкая, но мы к ней еще доберемся. Оба клинка такие достаточно массу имеющие, большие, больше универсального размера. В первом случае здесь 20 мм ширина была одна, во втором 21 мм ровно. Выборку я бы номинально их окрестил, как выборки половиной, потому что для полной выборки слишком оба лепестка, ну такие достаточно твердые. Стали отменные от того, как и в этой бритве, и в этой бритве, ну к этой дойдем, стали английские. Поэтому очень хорошо точатся, прекрасные дают отклик и визуальный, и тактильный, работы на каждом камне. Ну и работы-то здесь было так себе не особо, потому что в этой бритве, ну мне не понравилось, она в использовании была. И вероятно, работали ей, ну правили имеется ввиду, в большинстве случаев на борде, потому что, как правило, если бритва долго правится просто на подвасном ремне, у нас имеем мы просто обратную улыбку, которая, ну конкеев получается относительно условной прямой линии. Он как бы по всей длине режущей кромки, а здесь два такие, как микро-коныкеева, то есть вероятнее всего бордик не широкий, на нем бритва что-то там пыталась справиться. Поэтому я совершил технологический барьер и заново фаску оформлял, поэтому подымался с камня как бы двухтысячного. В этом конкретном случае ничего этого не потребовалось, поэтому я по завету моего японского сэмпая, вот на этот камень я даже не присаживался, а насел вот с этого, прямо на нем навел суспензию, на вот этой деревяшке, и на ней как бы и оформил фаску, и совершил предфиниш-финиш, и потом на этом же камне путем переноса с алмазной пластины навел суспензию на пластине тюрингийца, сюда эту суспензию подбросил и на нем отфинишировал. И эта бритва, и эта бритва. Таким образом мы были выполнены. Ну, с этой бритвы начнем. Значит, еще раз прошу ознакомиться с экстерьером. Прекрасные оправы, отличного пластика, все вымылось. Значит, оправа. Обе оправы, если быть точным. Они сначала помылись, потом выполировались, а потом помылись еще раз. Для того, чтобы все поры, в которые полировочные компаунды могли проникнуть, они были освобождены от них. Опять же таки, все очень чисто, очень красиво, все очень хорошо здесь закрывается. Однако, это не освобождает нас от внимательного закрытия и открытия бритвы клинковой в оправу и из оправы. От того, как оправы эти, они достаточно эластичные, сами материалы пластики эти эластичные. Поэтому, любой перекос станет причиной попадания клинка в одну из половинок. Поэтому, естественно, стоит закрывать бережно и аккуратно. Итак, это единичка номер один. Теперь вот к этой. Она, безусловно, более интересная. Прежде всего тем, что она и больше, она и наряднее. И, к огромному счастью, удалось по ней найти исторические материалы. Это 46 номера, торговая марка «Мандарин» из Золингена. Вот очень важная приписка, прима. Таким образом, отмечались клинки, которые были изготовлены из английских сталей у этой мануфактуры. Кстати сказать, относительно мануфактуры. Мануфактура эта величалась Гёдеке и Ко, которая располагалась на момент 1908 года на Кашлерстрассе, 144-й дом. И потом, уже в 1939 году, они переехали на Бетховенштрассе, 258-60. Угловой был домик, естественно, в Золингене. И еще один момент, даже два момента, таких достаточно заслуживающих внимания. Вот эта марка «Мандарин». И вот этот мандаринец здесь изображен. Она была зарегистрирована в 1898 году. И опять же таки, вот эта контора, она приличный объем производства имела от того, как свои изделия экспортировала она и во Францию, и в Бельгию даже. Находил я документы подтверждающие, и туда, и туда, как бы, бритвы экспортировались. В данном конкретном случае мы имеем дело с бритвой, которая была получена из Франции. Да, и здесь, кстати сказать, имеется вот такая всечка, на которой написано «Золингенвертарбайт». Другими словами, «Золингеновская марка качества». Наверное, так будет правильно и литературно выразить. Изображенный на ней коваль с молотком, с наковальней, и стоит именно вот эту бритву он и кует. Потому что пригласили они художника, и он прямо по-живому, с человека, который вот этот непосредственный клинок, а точнее сказать, его заготовку отковывал, его увековечили прямо вот здесь. немаловажный момент. И еще один немаловажный момент относительно, ну, уже как бы с бритвой все понятно. Здесь оправка, опять же таки, за счет того, что она выпуска, я так подозреваю, это где-то первое десятилетие века 20-го, от того, как пластик хоть и неплохой, но достаточно он, достаточно эластичный. Поэтому слегка она нелинейна, однако, опять же таки, клинок в ней закрывается очень и очень хорошо. Удалось здесь, опять же таки, создать, ну, практически здесь фаска в соболиную бровь, поэтому, несмотря на то, что вот номинально эта фаска, она прямо до конца вот этого закругления, она идет, но рабочая фаска, она начинается, вот вы видите, где цвет? Вот. Вот я на нем сконцентрировал. Внимание, где? Вот так. Не стал я ее прямо доводить вот до этого уровня, ну, смысла никакого нет, а уже эстетика бы пострадала, потому что фасочка здесь расширилась, потому что она здесь, ну, микроскопического формата, эта фаска. Никаких я, ну, кстати сказать, вот такая же таки, можем наблюдать, здесь вот такая форма клинка, ну, вот такая. Очень острые грани, вот эти очень такие симпатичные грани, которые на торце носика, верхняя грань имеет место быть. Нарядная штука, вопросов нет. Но самое приятное то, что она абсолютно беспроблемно проходит процесс заточки. Абсолютно. Ничего не сыпется, ни на чем не нужно чрезмерного внимания концентрировать, просто она берет и точится. Опять же, такие, ну, это все сведения не проверены, но наши коллеги с, там, французского форума и с американского форума, они такой информацией обладают, что именно вот эти решения, которые указаны непосредственно, маркированы дополнительным вот этим определением прима, вот они выпускались из стали английских. Склонен поверить, потому что, опять же, такие, ну, я это вижу в микроскоп, и то, что я вижу, мне очень и очень нравится. Хорошие стали, и они также точно будут себя показывать в работе, когда есть определенного рода предпосылки, оно все потом, естественно, выливается в отличный конечный результат. Итак, вот вам две новинки, великолепные, одна и другая, и утилитарно, и эстетически привлекательно, и главное, финансово не очень обременительно. Цена каждой из них две тысячи гривен ровно. Прошу любить и жаловать. У меня на этом пока все. Уверен, надолго не прощаемся. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Бонзай!